здравствуйте друзья вы видите коробочку вот эту она приехала по почте как водится и в ней находится камера вот написано full hd вот она сверху тут стоит и давайте это сниму сразу и она на самом деле так сейчас мы поработаем с этим так это чехол и в этом в этом чехле вы видите картиночку с этой камеры смысл ее в том на самом деле что мы хотели для светланы и конечно чтобы она могла в автомобиле снимать потому что то что у нее сейчас вот происходит она ставит обычную такую небольшую камеру sony вот я как раз сейчас на нее снимаю оставит и на подставочку подставочка значит там на свече в таком ну и неудобно уже него стекло идет под таким углом он достаточно острым и все это не умещается на на дэшборде ее автомобиля вот короче мы стали присматривать новую камеру она стоит 100 долларов и еще за там не помню 25 летом 23 я купил к ней я купил к ней всякие аксессуары вот у меня такое ощущение что аксессуары а вот они тут в коробочке так чувствую ну-ка открываем я все боюсь как бы не стукнуть чем так ну хорошо значит а что у нас аксессуары тут всякие кабель очки вот вы видите один кабель очек тренога небольшой 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 такой триподик сейчас моего такая штучка не на для легкой камеры действительно сам очень легенький так что еще у нас тут есть еще у нас тут есть другой кабель очек это мини юсби на сами видите да значит что тут происходит дальше ага это всякие держалки с подушечками на которые можно клеить и я так понимаю что цвет наверное можно такую подушечку на можно подушечкой наклеить держалку прямо на дэшборд твоей машины и так его защелкивать там и она будет держаться я считаю это очень полезная может оказаться штука так это remote control тоже очень удобно конечно нажал кнопку и снимаешь тебе не надо тянуться за камеры я вот сейчас теперь все время тянусь потом gopro потом вырезаю этот кусочек так ну тут мы имеем какой-то ремешок сушен он это самое тянется на голову ремешок ну наверное да даже даже не знаю что сказать он я думаю там нет ничего не цепляется вот ремешочек побольше ремешочек поменьше даже не знаю что вам друзья сказать по этому поводу вот пусть тут у нас лежит вот сюда положим так чтобы вам было видно о эта штука явно велосипедная сейчас я ее ну или типа велосипедная вы видите это можно на ручку так на ручку велосипеда сюда сверху камеру вот и все это закрутить значит и вот снимать хорошо мне мне нравится эта штучка пусть лежит тут на столе там еще что то есть вилочка я понял значит эта вилочка блока питания значит все правильно значит мы можем так кабель вилочку в розеточку кабель сюда и мини-юсби юсби мини-юсби и так она значит видимо в камеру должно отправляться с этого места ну что давайте смотреть на саму камеру так там есть там есть вот вот эти вот вот это вот я его нажал и она выскочила вот из этого если вам видно вот вот из этого разъема вот она выскочила можно ли его открутить я не знаю тут есть винтик вот если вам может быть видно там есть винтик наверное надо его покрутить ну в данном случае я могу вот вы видите разъем я могу так его раз открепить и вытащить саму камеру рассказать по правде нам вот этот чехол для подводной съемки совершенно не нужен мы не подводники я хочу вам сказать что привлекло нас в этой камере и не из-за чего мы ее купили но вот кроме размера вот это вот вы видите тут отверстие да с резьбой вот она как раз накручивается вот на все эти приспособления там ручки-ножки до стандартный диаметр но тут есть еще экранчик вот вот этот экранчик который крутится под разными углами он наклоняется так наклоняется так его можно в разные стороны болтать например я могу снимать вперед да и видеть что я снимаю вот а могу снимать себя например и видеть то что вы видите в камере значит ближайшее что вы увидите вы увидите на канале у светланы само это видео на нашем канале но в блоге светланы но во всяком случае те описания которые мы читали точнее впечатления разных людей там говорили что сравнивали эту камеру с gopro на каких-то там мероприятиях и выяснялось что вот она снимает лучше чем gopro вот как бы такая была мулька читала там как-то звучание какое-то не для микрофона ну я не похоже что вот это похоже что вот это для микрофона но я пока точно еще не знаю мы почитаем инструкцию и все как положено сделаем тут кнопочки очень очень удобные такие симпатичные объективчик вот я просто помню что сзади здесь должен быть вот эта вот часть наверное тут должно быть место для разъемчиков поэтому я пытаюсь его открыть он как пока не очень открывается но мы сообразим вот в общем короче друзья такая камера у нас есть вот она вот видите тут на рыженьком черненьким написано как она называется и что называется будем посмотреть